Как решают вопрос с медицинскими кадрами и как повышают физкульт настрой среди горожан? Анонс к строительному сезону в областной столице со сцены ДК молодежи Александр Авдеев озвучил на расширенном заседании Горсовета. Что касается медицины, губернатор обозначил, что область выбрала свою стратегию в этой части. Так, вскоре должны приступить к строительству новой поликлиники и станции скорой помощи. А инфекционный корпус уже приближается к моменту открытия. Должны приступить к строительству поликлиники в Заклязьминском. Об этом договаривались, в том числе, когда формировали народную предвыборную программу. Станцию скорой помощи на Ростопчина. Завершаем. Вот сейчас проходит лицензирование уже для получения медицинской лицензии. Инфекционный корпус в рамках областной клинической больницы. Чтобы наращивать медицинские кадры, еще в 2023 году у Владимира открыли филиал Приволжского исследовательского медуниверситета. Глава региона отметил, запрос на обучение высокий, хотя власти сами не ожидали такого ажиотажа. На первый курс поступило более 130 абитуриентов и около 70 аспирантов. Теперь уже Авдеев ставит задачу найти место под новый кампус медвуза. Это он озвучил с трибуны, хотя ранее, еще в сентябре прошлого года, об этом уже писал в своих соцсетях. К шестому курсу у нас будет полноценный вуз с контингентом 2, а то и 3 тысячи человек. Это будет, я вам скажу, полноценный вуз, который мы даже не думали, что мы так замахнемся. Полный рост стала задача строительства второго корпуса с общежитиями для нашего медфакультета. Но, глядя шире на ситуацию, мы приходим к выводу, что нам надо строить вообще университетский кампус. Второй корпус или даже новый кампус в идеале должен появиться уже через год или максимум два, сообщил губернатор. Помимо этого Авдеев снова поднял тему проектирования около парка дружбы лыжного центра со спортшколой. Со слов главы региона, такая работа сейчас уже ведется. Бросай, пить, становись на лыжи. Поэтому мы планово тоже разворачиваемся к лыжам. И я анонсировал, мы, Дмитрий Викторович, эту работу ведем. Нам необходимо спроектировать около парка дружбы нормальный, хороший, федерального уровня лыжный центр с лыжеролевной трассой, с спортивной школой, с возможностью проводить соревнования не только регионального, но и российско-международного уровня. Хотят привести в порядок и сам парк дружба. Но до этого еще долго, так как модернизацию самого парка планируют уже следующим этапом после лыжного центра. Александр Авдеев рассказал и о многих изменениях, касающихся благоустройства города, но пока точечно. Он посоветовал городу активнее работать с озеленением, так как, цитата, «зеленые насаждения часто находятся в плачевном состоянии». Среди нововведений программа так называемой «бесшовности тротуаров и улиц» начать ее реализацию планируют уже в этом году. Потихоньку необходимо переходить как раз к тому, что называется «бесбарьерность» или «бесшовность». Когда человек вообще не чувствует разницы, как он перевещается по тротуарам, как он заходит в какой-то социальный объект, он не спотыкается, не ищет каких-то альтернативных путей. Заявил губернатор, что будут строить и школы в активно застраивающихся микрорайонах. По крайней мере, теперь для этого вроде бы дан зеленый свет.